Привет, друзья! С вами художник и психолог Полина Боттичелли. У меня на YouTube-канале бывает видео обычно либо спонтанное, либо с заготовленным текстом. Вот сегодня это будет видео спонтанное. То есть я ничего специально не готовила, но я просто хочу порассуждать слух на тему того, насколько сложно на самом деле быть успешным, деятельным творцом. То есть заниматься каким-то творчеством и зарабатывать на этом деньги. И при этом не предавать себя, не быть просто коммерческим творцом, а делать что-то, чего требует душа, так скажем. С одной стороны, это очень сложная задача, с другой стороны, это очень желанная задача и способ жизни для многих людей. Я недавно думала про пирамиду потребностей. На самом деле мы знаем, что потребности разные авторы по-разному классифицировали, но в принципе модель, которую предложил Абрахам Маслоу, она достаточно рабочая. Она вот так вот выглядит. И мы видим, что у нас обычно более актуальные проблемы более низкого порядка. Потребности более низкого порядка, именно низкого я имею в виду, что они какие-то низменные, а что в пирамиде они находятся внизу. И пирамида, да, заметьте, что у неё форма такая, что нижние части, они больше по размеру. И это значит, что эти потребности как бы первичные. Так вот, физиологические потребности и потребность безопасности, так называемые петри... У нас утро, прошу прощения, петричные потребности первичные. Они потому первичные, потому что пока мы их не закроем, мы не можем в достаточной степени заниматься другими потребностями. И вот жить жизнью полноценного, успешного Творца — это потребности уже ближе к вершинке пирамиды, то есть это самоактуализация, самореализация, всё такое. Или даже если это связано у вас с потребностями социальными, так или иначе, это потребности, которые могут быть актуальны и, так скажем, достижимы, может быть, их удовлетворения, когда мы позаботились о потребностях первичных. То есть нельзя... Ну как нельзя? Ну вот есть примеры, да? Например, Винсент Ван Гог, который вообще забивал болт на первичные потребности и только занимался вот этими высшего порядка потребностями, игнорировал на самом деле свою человеческую природу, что ему нужно кушать, что ему нужна какая-то безопасность. Ну там, как, соответственно, у него и зависимости, и психические расстройства, и прожил он недолгую и несчастную жизнь. Хотя действительно создал великолепные произведения искусства. Но кому из нас хочется повторять его судьбу? Наверное, никому не хочется. И поэтому перед творческими людьми встаёт такая дилемма. «Как мне справляться со всеми задачами, с которыми большинство людей с ними-то не справляются?» И при этом ещё и выходить на вот эти высокие уровни и заботиться о своих самых главных потребностях. И здесь, с одной стороны, есть точка зрения знаменитого логотерапевта Виктора Франкла, который прошёл через концлагерь и писал много о смысле жизни и внёс это в психотерапию, свой опыт и свои теоретические изыскания, и прекрасно дополнил экзистенциальную психотерапию своим логотерапевтическим подходом, то есть подходом, который через смысл. И Виктор Франкл говорит, что когда у человека действительно есть понимание смысла своей жизни и важности того, чем он занимается, то он даже способен забывать об вот этих вот потребностях. Ну, он не так выражается, но это как я поняла, то есть о вот этих первичных потребностях. Ну, то есть не совсем забывать, да, ну, как бы не придавать им чрезмерного значения и, может быть, даже не тревожиться так сильно по поводу того, что он не знает, чем он завтра будет питаться и как оплачивать счета. Но это, конечно, замечательно, но это вообще мало кому удаётся, и добраться до собственного смысла жизни зачастую нам как раз и мешает то, что у нас постоянно-постоянно нет чувства безопасности, нет удовлетворения базовых потребностей или социальных потребностей, которые тоже, ну, идут первее, чем вот эти потребности высшего порядка. Социальные потребности — это значит, что у нас что-то с отношениями не так, с отношениями, с партнёром, с родителями, с друзьями, с какой-то группой нет, может быть, причастности к группе, нет чувства, что в группе меня уважают и так далее. Вот эти социальные потребности, они тоже будут отвлекать, они будут брать на себя внимание. Вот, и поэтому я глубоко восхищаюсь людьми, у которых получается, несмотря на то, что всем людям в этой жизни приходится заботиться обо всех этих потребностях, и даже у многих и этого не получается. Вот я восхищаюсь людьми, у которых получается, несмотря на это, делать ещё и вот эти вот высокие вещи, так скажем, да. То есть, зачастую приходится, на самом деле, творческим людям заниматься двумя деятельностями одновременно — коммерческой деятельностью и тем, что мы делаем для души. Некоторым удаётся совмещать это. Кто-то нашёл свой икигай. На самом деле, вот это японское понятие икигай означает, что я делаю то, чего просит моё сердце, моя душа, то, что у меня хорошо получается, и то, что нужно людям, и они готовы за это платить одновременно. Вот если я делаю вот это, то это мой икигай. И, к сожалению, большее число людей на этой планете, я думаю, не живёт икигаем и делает что-то, либо чтобы просто выживать, то есть покрывать вот эти базовые потребности в безопасности и физиологически, либо кто-то совсем чуть-чуть часть маленькой своей энергии и времени может уделять потребностям более высокого порядка. Кто-то делает это своим хобби. В принципе, здесь нет никакой проблемы. Это тоже выбор каждого человека. Но если вы хотите быть именно творцом с большой буквы «Т», таким автором чего-то, какого-то творчества, любого, как изобразительного, литературного, актёрского мастерства, любови, творчества, то вы ставите перед собой действительно сложную задачу, которую далеко не всем удаётся реализовать. И в связи с этим я хочу сказать, что я стремлюсь на самом деле людям помогать эту задачу реализовать. Я сама ещё на пути. Не сказать, что я прям вообще супермногого достигла, но по крайней мере я вижу по сравнению с большим числом людей, которых я встречаю по жизни, что я очень многие стадии уже прошла, реализовала. Например, я уже не думаю, хороший я художник или плохой. Я уверена, что я хороший художник. Я не страдаю из-за того, что почему не покупают моё искусство, почему меня не зовут на выставке, не знаю. То есть у меня нет проблем со страхом предъявляться, у меня нет проблем с тем, откуда брать идеи, как выходить из творческого кризиса. Я вот очень-очень многие вещи, связанные с творчеством, уже прошла. У меня осталась последняя штучка — это вот с монетизацией. То есть я, в принципе, монетизирую своё творчество, хотя я сейчас им меньше занимаюсь, потому что психологией и блогом увлеклась. Я сейчас ещё провожу вебинары и тренинги. Но когда вот оставшееся свободное время я трачу на творчество, у меня покупают. И постепенно я вижу, что у меня есть в этом рост. То есть вот если у меня были до этого выставки в Берлине, такие в каких-то местах, куда особо никто не пришёл, не посмотрел, ничего не купил, то сейчас у меня уже мои картины и моя керамика в таком месте, с которым я горжусь, потому что это прям очень сильно видное место, достаточно богатый район. И пока что ничего не купили, но то, что оно там висит, уже для меня маленькая победа. Но не купили, на самом деле, потому что я ещё ценники не отвезла. Сделала ценники, и мне нужно доехать до этого места, вот такие вот красивые, и поставить там рядом со своей керамикой, и повесить рядом со своими картинами, чтобы люди понимали, что это продаётся. Потому что сейчас это выглядит так, как будто бы это просто украсили помещение. Вот. И значит, в связи с этим я хочу сказать, что я запускаю такой групповой онлайн-курс, который называется «Путь творца». Я сама в своё время прочитала, проштудировала книгу Джулии Кэмерон «Путь художника». Это известная книга-тренинг, которая как раз позволяет находить свои таланты, позволять себе творить, раскрывать свой творческий потенциал, переставать себя гнобить в связи с творчеством, и отъебаться от себя по поводу творчества, и просто кайфовать от этого, и также находить какие-то пути, как своё творчество привносить в мир, как делать так, чтобы его покупали. Немножечко там тоже это есть. Я не буду говорить, что прям «я вам помогу с монетизацией». Нет, вот монетизация останется немножечко за скобками. Это как бы следующий шаг, который вам нужно будет проходить. Но всё остальное я могу сказать, что в этот курс входит. И это курс, который… Ну, в принципе, что мы будем делать с вами? Мы будем вместе читать эту книгу Джулии Кэмерон. У меня на прочтение, я этим занималась одна, ушло чуть более трёх лет, и на выполнение всех заданий тренинговых, потому что эта книга-тренинг. И надо сказать, что одной было двигаться довольно-таки тяжело. Я всё время пыталась найти себе каких-то единомышленников, и у меня не получалось, потому что все люди, которые вроде бы хотели, они все были затоплены своими делами, связанными с потребностями первичными. Я так это для себя понимаю. Ну, плюс ещё фактор сопротивления внутреннего, потому что это, конечно, предполагает рост, развитие, и это значит, что нужно будет как-то жить по-новому, выходить из своей зоны комфорта. То есть все люди, которых я пыталась сказать, давайте вместе бесплатно проходить эту книгу, все говорили сначала «да», а потом сливались и не прочитали даже ни единой главы. И я поняла, что людям очень тяжело самостоятельно себя дисциплинировать, как это делаю я. Почему-то у меня это получилось, но тоже у меня это отняло три года. А потом я узнала о том, что на самом деле существуют группы, и Джулия Кэмерон сама в своей книге пишет о том, что она даёт всем желающим разрешение на проведение групп на платной или на бесплатной основе. Я делаю на платной основе, потому что я ещё и психолог, и групповой психотерапии тоже обучалась, и эта группа будет такая действительно трансформационная и немножко психотерапевтическая, но всё-таки задача у нас в этой группе будет в основном на творческое развитие каждого участника в этой группе, а не на взаимодействие между нами. То есть мы этому будем уделять меньше внимания, тому, какие у нас там взаимоотношения вот этой всей психотерапевтической стороне группового процесса. Наша цель будет развивать индивидуально навыки каждого участника группы, но мы будем это делать сообща, под моим чутким руководством человека, который прошёл этот путь, знает, о чём говорит. И я приглашаю всех желающих, если вы считаете, что вы способны справляться с потребностями вашего первичного порядка, то есть не вашего, просто с первичными потребностями, и у вас есть уже какой-то избыток на то, чтобы позаботиться о потребностях более высоких и о самоактуализации в творчестве, именно в любом виде творчества, это не только для художников, но и для всех творцов, то я приглашаю вас ознакомиться с описанием курса по ссылке в описании к видео и записаться ко мне. Вы увидите там, где и когда старт группы и всю-всю-всю информацию. И если есть у вас какие-то вопросы, сомнения, предложения, пишите свои комментарии. Собственно говоря, наверное, сказала, что хотела. Ставьте лайк этому видео, делитесь с друзьями, которым вы считаете нужно уже в конце концов раскрыть свой творческий потенциал и хватит сидеть в тени. Отправляйте им ссылочку на это видео. Подписывайтесь на мой канал, потому что я буду ещё рассказывать. Это видео как бы немножко рекламный характер такой носит. Я рассказала про курс, который я открываю. Но я вообще в принципе на своём канале рассказываю про психологию, про творчество, про буддизм и про жизнь. И подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. С вами была Полина Боттичелли. Всего доброго!